Здравствуйте. Рик заставил свою дочь и её клона влюбиться в саму себя. Или не заставлял. Если чуть проанализировать ту самую ситуацию, встанет вопрос, кто кого здесь ещё заставлял. Но давайте по порядку. А в первую очередь я бы хотел рассказать о телеграм-канале, где вы найдёте куда больше разного контента, нежели здесь, ибо написать пост в телегу быстрее и проще, чем делать отдельный ролик. Так что там я высказываюсь чаще. Предлагаю собрать в телеграм-канале недообзорщик всех любителей мультипликации, аниме, игр и кино. Ссылка в описании, а также QR-код у вас сейчас размещен на половину экрана. Космобет прилетела к своей семейке на праздник День Благодарения. В один момент Бет и её космоверсия вместе выпивают венерианского вина, сближаются и начинают творить не очень приятные для всей остальной семьи вещи. В конце эпизода Рик демонстративно с очевидной неприязнью убирает венерианское вино в тайник и уничтожает пульт, его открывающий. То есть можно предположить, что причиной всего этого действия стало вино, выпитое нашими дамами. Только вот отношения между двумя Бет уже давно имели некоторые намёки на интересное продолжение. Некий флирт с обеих сторон присутствовал, что, кстати, возможно, и заметил Рик, которому захотелось посмотреть, как будет выглядеть взаимодействие влюблённых Бет друг в друга. К тому же, как признался наш дедушка, он тоже забывал мороженое вместе со своими альтернативными версиями и не раз. А может быть, Космобет знала о влюбляющем эффекте венерианского вина и специально предложила его своему клону, чтобы ускорить развитие их отношений, что, кстати, куда более вероятно. Так что да, этот напиток точно имеет немаловажную роль в нашей истории. Однако, думаю, в отношениях между двумя Бет вес имели несколько сочетающихся друг с другом факторов, потому винить только вино в этом не имеет смысла. К тому же, мы не знаем, кто именно оставил венерианское вино на кухне. Если это сделал Рик, намеренно или не намеренно, за весь эпизод дедушка ни разу не показал того, что он рад действиям своих дочерей или хоть в какой-то степени увлечён их романом. Но Рик умеет быть сдержанным, когда это нужно, потому отметать эту версию просто так тоже нельзя. Очевидно, резкие перемены в отношениях Бет и её космоверсии не смогли принять дети, которые поочерёдно застали своих матерей в очень пикантных положениях. Это важная деталь, ибо хоть и взаимодействие двух красивых дамочек показалось мне, надеюсь не только мне, довольно милым, это точно не могло отразиться на семье с лучшей стороны. По крайней мере, дети не смогли принять отношения их матерей так быстро. А о Джерри мы поговорим позже. В первую очередь, данный эпизод рассказывает о последствиях, на которые Космо Бет плевать, ибо она уже давно не живёт со своими детьми и мужем. Для того она и была создана, чтобы быть крутой, воинственной и путешествовать по бескрайней вселенной. В то же время, наша Бет всё ещё любит Джерри, Саммер и Морти. И потому именно она, в процессе поиска настоящей любви к себе, спотыкается о том, что ей приходится врать детям, бояться за мужа, который любые стрессовые ситуации переносит, очень тяжко. Я буквально не могу жить без тебя. Я серьёзно. Если с тобой что-то случится, или ты меня бросишь, или изменишь мне, то я умру. Буквально. Скорее всего, от своей же руки. Ладно. И всё ещё искать одобрение отца. Очевидно, игнорировать такие явные проблемы, когда интрижка Бет со своим клоном всё-таки вскрылась, было уже не так легко. На детях остался определённый осадочек, даже после разговора с матерями. Стоит отметить, что сцена, где Саммер и Морти сидят тупят в видеоигру, как зомби, в попытках убежать от так резко ставшей некомфортной реальности, построена и написана просто прекрасно. Мы видим только их двух, со взглядом устремлённым в виртуальный мир. Даже краем глаза они не хотят видеть, что творится вокруг. Нам не показывают, в какую игру они играют, ибо даже для них самих сейчас это вообще не важно. В конечном счёте, домашняя Бет чувствует давящее напряжение, создавшееся в семейном кругу после раскрытия её отношений с Космобет. А та, в свою очередь, утомляется неравнодушием к семье своего партнёра и идёт в вабанг. Рассказывая за семейным столом о, так сказать, актах любви со своим клоном, мужу. Джерри шокирован данным известием, вспоминает былую молодость, когда он только влюбился в Бет, а после превращается в мокрицу. Я уже говорил о непереносимости Джерри стрессовых ситуаций. Теперь игнорировать проблемы у наших голубков не получается. Правда, и решать их самостоятельно они тоже не сразу стремятся, выпрашивая у Рика стирание памяти об их интрижке, ибо стерев себе воспоминания, Бет и Космобет смогут просто дальше жить, как обычно. При этом дети будут всё помнить, Джерри, возможно, никогда не вылезет из тела мокрицы, зато у Бет исчезнет чувство вины за всё произошедшее. Однако здесь существует небольшая нестыковка. Стереть память Рик может и детям, и себе, и зятю. Так что это большое недоразумение под названием «попытка полюбить себя» вполне могло превратиться в шесть мозговыносяшек и забыться в семи, как страшный сон. Однако дедушка здесь произносит очень интересную фразу, вместо того, чтобы прийти к очевидному решению проблемы. Вы хотите, чтобы я устроил вечное сияние всему разнообразию порно-сцен в ваших разумах? Да, именно. Верно. А в это время все окружающие, и ваш отец, ваш муж Куколт, и ваши вымотанные дети будут молча нести эту ношу с улыбкой на лице, потому что она гораздо полезнее правды, а вам будет плевать, потому что это не ваша проблема. Отлично объяснил папа. У него огромный опыт эгоистичного мудака. Если Рик на данный момент знает, что причиной влюбленности его двух дочерей было венерянское вино, то эти слова не имеют смысла, ибо второй раз он просто бы не дал им это вино. Однако можно списать бессмысленность этой фразы на то, что Рик хочет преподнести Бет урок, потому вместо того, чтобы просто стереть им память, а потом всей остальной семье, стоит и рассказывает, почему данное решение будет плохим и эгоистичным со стороны дамочек. Дедушке нужно было, чтобы Бет влюбилась в себя. Он хотел дать ей почувствовать то, что чувствовал он сам, забывая мороженое со своими альтернативными версиями, так же, как это делают сейчас Бет и Космо Бет. Но есть и второй вариант событий. Рик не знал о том, что его дочки пили венерянское вино, и сейчас говорит все это максимально искренне. А увидит он тот самый напиток на кухне только под конец эпизода, когда и спрячет его обратно в тайник. Правду мы так и не узнаем, потому что Джерри гордо извлекает себя из кокона и заявляет, что не будет себя калечить из-за жены, а просто уйдет от нее. Делает он это, конечно, максимально демонстративно и громко, чтобы Бет отговаривала его, и в итоге они пришли к решению проблемы. А все дело в том, что обе Бет любили друг друга, а позвать мужа, чтобы закрыть этот любовный треугольник, не додумались. Все эмоции по поводу этого отражены в короткой сценке за обеденным столом. Серьезно? Эй, вы хотите посмеяться надо мной? А все так плохо? Я разрешаю. Однако терпеть счастье своих родителей Морти и Саммер долго не приходится. Космобет уезжает по своим делам. А пока я не рассказал самую важную часть сценария, давайте поговорим с вами, отрекаясь от официального стиля повествования. В общем, мои друзья открыли Майнкрафт-сервер. Дионал Ворлд. Давно уже не играю в Майн, однако появилась возможность оценить работу ребят, и я был приятно удивлен. Во-первых, это анархия с минимальным количеством привата. Плюс квесты, плюс боссы, и этот игровой процесс реализован без модов, хотя выглядит все вполне сносно. Куча персонализации, минимум донатного преимущества, также можно получить своего собственного питомца. В общем, играть я на Дионал Ворлде точно буду не раз. Хотя до сего момента в Майнкрафт не заходил уже несколько лет. Возможно, будем скоро стримить на этом сервере. Так что подключайтесь, развивайтесь там, а то я что-то большее, чем выполнить квест «Принести молоко и яйца жене кузнеца» пока сделать не смог. Не то что убивать крутых боссов. IP, ссылка на сайт и тг-канал Дионал Ворлд в описании. Наша бет сумела по-настоящему полюбить себя. Хоть это и понесло определенные последствия, но это было ей нужно. У дамочки большие проблемы с самоощущением и самореализацией. Когда люди заводят ребенка, они откладывают в сторону свои прошлые личные стремления. Незапланированные дети забрали у нее все ее мечты стать успешной, быть настоящим хирургом, а не резать лошадей. Она все еще любит Джерри, который, казалось бы, самый жалкий человек в каждой из вселенных нами увиденных в мультсериале. Она живет обычной скучной жизнью, воспитывая вечно невзрослеющих детей, все еще жаждет одобрения от собственного отца. И закрыть все ее гештальты была создана Космо Бет, дрейфующая по космосу, сражаясь со злым злом за доброе добро, подражающая бросившему ее отцу, но при этом отказавшаяся от того счастья, которое многие назовут простым и неинтересным, но важнее него, важнее семейного счастья, в конечном итоге не останется ничего. Все мы стремимся к звездам, но в этом стремлении не стоит забывать о родных, ведь если пока я буду мастерить себе крылья для полета к солнцу, за мной не будет наблюдать по-настоящему важный для меня человек, ради кого мне разворачиваться обратно на землю, когда солнце почти сожжет меня. Бет и Космо Бет полюбили себя. Именно это должен был показать данный эпизод. А венерянское вино здесь не так важно. Не так важно, положил ли его туда Рик, знала ли Космо-версия его дочери о побочных эффектах такого вина или не знала, самое главное это ссылка на телеграм-канал в описании. И спасибо за подписку.